Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина. В этом году Пенсионный фонд России отмечает 25-летие со дня основания. О том, какие изменения произошли в его работе за эти годы, мы поговорим с Любовью Черновой, заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда России по Хакасии. Здравствуйте, Любовь Геннадьевна. Первый и главный вопрос, который сейчас волнует очень многих. Что будет с пенсионным возрастом? Год идут разговоры о его повышении. Расскажите, как специалист, об этом. Как вы сказали, что год идут его разговоры, поэтому это пока остается все в рамках разговора, в рамках обсуждения. Нормативных документов пока никаких не принято. Но своевременно, несвоевременно, об этом можно рассуждать по-разному и с разных точек зрения подходить к этому. Если хотите мое мнение услышать, то, как всегда, что-то увеличивать, возраст, то, что влияет на негативные эмоции человека, конечно, это непопулярные методы. Но, тем не менее, возможно, это и надо сделать. Но на сегодняшний день я считаю, что это не своевременно. Мы уже с этим моментом, на мой взгляд, опоздали. Надо было повышение возраста производить тогда, когда мы вводили в 2002 году закон новый, 173-й, о страховых пенсиях, который был как переходный закон с распределительной системы на распределительно-накопительную. Вот в этот период был ожидаемый период выплаты, растянут тоже продолжительностью до 2013 года, и одномоментно надо было повышать возраст. А на сегодняшний день я считаю, что это не актуально. И закрыть какие-то недофинансирования денежные потоки за счет увеличения пенсионного возраста считаю непопулярным. И дело в том, что сегодня экономическая ситуация в стране у нас оставляет желать лучшего. Но и тем не менее, столько говорят об этом за то, чтобы повышать этот пенсионный фонд. И главный аргумент то, что количество работающих и пенсионеров, количество работающих уменьшается, пенсионеров количество растет, да, и прокормить их просто некому будет. Да, конечно, коэффициент этот уменьшается, количество пенсионеров растет. Мы это заметили и по численности пенсионеров у нас в республике Хакасия. Даже если взять, допустим, когда была создана единая пенсионная служба в 2001 году, пенсионеров было где-то в республике чуть более 120 тысяч, то на сегодняшний день уже 150 тысяч. То есть чуть более за 10 лет мы подросли на 30 тысяч. Ну, все-таки, а где тогда деньги брать, если вот не повышать этот возраст? Есть еще какие-то? Рычаги это повышение уровня заработной платы, чтобы отчисления возрастали и, естественно, происходило наполнение пенсионного бюджета. Но сейчас решается вопрос об индексации страховых пенсий на следующий год. В этом году эта цифра составила 11%, а в следующем году вы сказали 4%. Так мало? Ну, вообще, да, инфляция составляет гораздо больше, но пока речь идет о 4%. В бюджетах прошлых лет должно быть не менее 6% индексации пенсии. И пока неизвестно, 4% это только с 1 февраля или это вообще на весь год. Потому что, как вы знаете, у нас индексация пенсий проходит и с 1 февраля, и с 1 апреля до индексации, когда устанавливается уже полный, в соответствии со статистическими данными, полный процент инфляции. То есть пенсионерам еще есть на что надеяться? Я думаю, есть на что надеяться, потому что пока бюджет не утвержден. И если взять опыт прошлого года, когда у нас резко снизился доллар, резко стала возрастать инфляция, и у нас вместо запланированных 7% индексация была на 11%. Поэтому все зависит от экономической ситуации и от решения правительства. Пенсионный фонд отмечает в этом году 25-летие. За это время много раз менялось у нас законодательство пенсионное. Как изменились функции вашего отдела, ведомства? Если так скажем, что в 2001 году была передана только функция назначения и выплаты пенсии, то на сегодняшний день за 10 с небольшим лет функции пенсионного разрослись в плане каких-то либо социальных выплат, конечно, гораздо значительно, так скажем, потому что сегодня мы выплачиваем материнский семейный капитал. Сегодня мы прошли процедуру, когда стали выплачивать монетизацию льгот. Это ежемесячные денежные выплаты, это и федеральные социальные доплаты, это и такие небольшие, как бы они законы, но тем не менее они есть. Это и возмещение расходов по уходу за детьми, это и доплаты членам летных экипажей, угольщикам, то есть дополнительные законы. Была проделана очень большая работа по валоризации в 2010 году, то есть функции, конечно, разрастаются. Ну и, конечно же, одна из больших функций, это когда передали от налогового администрирования страховых взносов пенсионному фонду, то есть перечислять можно еще, я думаю, много это более такие вот глобальные. То, что близко каждому, это работа с клиентами. Как она изменилась за эти годы? Раньше, помнится, были постоянные очереди, что сейчас у вас? Ну, конечно, меняется жизнь, меняются информационные технологии, и мы, конечно, стараемся успевать за этим. Естественно, сегодня у нас очень, как бы, в связи с принятием 210-го закона по оказанию населения государственных услуг, и причем не просто гражданин пришел, а как бы перевести их в электронный вид, и, естественно, есть административные регламенты, которые упорядочивают вот эту вот работу с клиентами, ну а мы, как организация, которая работает только с клиентами практически по всем направлениям, конечно же, и мы усовершенствуем свою работу. Ну, во-первых, мы проводим заблаговременную работу со всеми нашими будущими пенсионерами, но это вызвано не тем, что мы, как бы, усовершенствуем работу, а в связи с тем, что пошли очень сложные трудовые книжки, и приходится очень много делать запросов не только в пределах Акасии, но и за пределы Акасии и ближнее зарубежье, так будем говорить странные, СНГ, да, поэтому мы пришли к тому, что необходимо делать заблаговременную работу, чтобы гражданин вот пришел, подал заявление и назначил пенсию. Конечно, сегодня у нас уже мы можем работать и с порталом государственных услуг. Это и можем через сайт ПФР, через портал госуслуг, через личный кабинет подать заявление о назначении пенсии, о назначении ежемесячной денежной выплаты, прокакуем предварительную запись на прием, то есть систематизировать нашу работу и время посещения клиентов наших учреждений. Поэтому стараемся идти в ногу со временем. Очень много у нас сегодня заключено соглашение об электронном документе обороте, то есть в некоторые уже государственные учреждения наши пенсионеры не ходят, мы делаем запросы за них и в электронном виде получаем ответы. Это и архивные учреждения, это и служба занятости, это и органы ЗАГС, и многие другие государственные учреждения. Ну и, естественно, активно взаимодействуем с МФЦ сегодня. Часть функций мы передали им, это и по приему заявлений на материнский семейный капитал, то есть и на распоряжение им, и на получение сертификата. Ну и, конечно же, в дальнейшем планируем еще больше расширить сеть таких услуг. Поэтому стараемся работать с нашими клиентами. Ну, конечно, бывают и какие-то еще недоработки. Но насколько сложна сегодня процедура оформления на пенсию? Когда человеку уже стоит задуматься об этом? Если по закону, то он может обратиться к нам за месяц до наступления права. Понятно, да, дата 55-60 лет одна, в течение месяца он может к нам обратиться. Но вот в рамках заблаговременной работы мы сами выявляем эту категорию, мы сами их приглашаем к себе. Ну, а если есть у кого-то желание, то, конечно же, они в течение за полгода до назначения пенсии, они могут прийти. Это одно. Второе. У нас сегодня на сайте ПФР личном кабинете каждый гражданин может посмотреть данные о своей трудовой деятельности. То есть мы работой этой занимались. Мы работали с кадровыми организациями, у которых взяли всю информацию с трудовых книжек. Все это внесли в лицевые счета. И сегодня вот эта выписка, которая по страховым взносам, в том числе там и есть периоды трудовой деятельности от начала и как бы до 2002 года и по сегодняшний день суммы страховых взносов. Поэтому каждый гражданин может туда зайти, сверить свой стаж, все ли правильно дали кадровые службы. Если что-то они считают неправильным, не учтены какие-то периоды, это могут быть и учебы, служба в армии, либо еще какие-то периоды, они могут к нам обратиться, и мы сделаем корректировку тех данных, которые сегодня находятся в системе персонифицированного учета и которые сегодня доступны каждому гражданину. В этом году у Пенсионного фонда, повторимся, 25 лет. Дата в декабре. Как вы будете отмечать этот праздник, что уже проходят какие-то мероприятия у нас? Да, у нас сегодня уже проходят мероприятия, разные выставки, конкурсы, конкурсы профмастерства. Поэтому, конечно, торжественное собрание у нас будет в декабре месяце, а у нас в территориальных управлениях проходят разные мероприятия разного характера. Я поздравляю вас с предстоящим праздником. Желаю, чтобы поменьше было различных заковырок на работе. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Редактор субтитров А.Семкин